Института Экспериментальная эндокринология и химия гормонов И как мне представляется, уже в самой этой трансформации Название института заложены те понедельные сдвиги Мне кажется, их немало Которые, собственно, произошли в эндокринологии за последние десятилетия И наша программа, она посвящена вот именно этим сдвигам Она посвящена тому, как накопление научных данных Как научный прогресс влияет на устоявшиеся, казавшиеся незыблемыми представления А также на клинические подходы И начну я по традиции свиторического вопроса Если взять временной горизонт в 30 лет Можно ли сказать, что в эндокринологии происходила смена парадигм? Достаточно ли это срок? Действительно ли менялись базовые представления? Если мы говорим об эндокринологии вообще Как о дисциплине в целом То есть науке о деятельности желез внутренней секреции в норме и в патологии То вообще весь временной интервал развития этой науки Развивавшийся фантастически бурными темпами Это 100 лет Но тем не менее вы совершенно правы Взяв наше последнее 30-летие в качестве отправной точки беседы Знаете, что-то вроде новейшей истории Даже за эти 30 лет То есть в общем-то период достаточно активного творчества Одного поколения врачей У нас принципиальным образом Изменились многие подходы И к лечению, и к пониманию самой науки эндокринологии Исторически получилось так Что развитие эндокринологии в мире И в нашей стране Шло абсолютно одинаковыми темпами Параллельно Во многом, конечно, это заслуга нашего директора центра Академика Дедова Который очень четко понял перспективу развития этой отрасли Когда вы вспомнили о том, как я пришла Как я пришла, как наше первое название И несут экспериментальной эндокринологии и химии гормонов Наверное, это стоит вспомнить сейчас Дело в том, что концепцией института тогда Было максимальное усиление экспериментальной работы С внедрением результатов в очень маленькую клинику То есть, вы не поверите, наш клинический корпус Представлял собой старое школьное здание И за эти 30 лет произошел колоссальный рывок И в мире, и в нашей жизни Практически каждая из отраслей эндокринологии Получила принципиально новые знания Принципиально новые диагностические методы Принципиально новый понятийный аппарат И вдруг стало понятно, что рамки классической эндокринологии Нам очень узки Эндокринология включила в себя колоссальный раздел Неклассической эндокринологии Кто бы мог подумать, что 4 года тому назад Кость, казалось бы, такой архитектурный элемент Вечный и незабываемый Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный, который в крайнем случае Может стать жертвой нехватки или избытка гормонов Что этот архитектурный элемент Является мощнейшим органом эндокринной системы Что желудочно-кишечный тракт Это, пожалуй, самый протяженный орган эндокринной системы Что эндотелий сосудов Это тоже эндокринный орган Не говоря уже о жировой ткани Который является не только косметической особенностью Но и мощнейшим органом превращения продукции гормонов Кроме того, мы стали обладателями Скажем так, мощнейших диагностических методов Магнитно-резонансная томография Позитронно-эмиссионная томография Мы стали обладателем мощнейших генетических маркеров Которые позволяют нам Вот эндокринология как-то одной из первых Пришла к идее возможной персонализации Именно из-за генетических маркеров Позволяющих вести предсказательную медицину То есть мы знаем, кто примерно может родиться И более того, мы знаем, как это предотвратить И тогда понадобилась совершенно необычная идея Это идея всеобъемлющей помощи эндокринному больному В времена моей юности, в 1972 году В Институте экспериментальной эндокринологии химии гормонов Который сделал очень много для развития эндокринологии в нашей стране Тем не менее, боль в сердце означала транспортировку больного Из нашего центра в институт кардиологии Никому не могла прийти в голову мысль Что здесь можно тоже делать все то же самое, что делают кардиологи И понять на самом деле, не теоретически А на самом деле практически Как объединять, интегрировать Разные медицинские дисциплины возле одного больного Можно сказать, что эндокринология была пионером Междисциплинарных исследований в некотором смысле Потому что это заставило сделать жизнь Сделать, организовать отделение вспомогательных репродуктивных технологий В эндокринологическом центре Первый вопрос был, зачем вам это надо Акушерное, да, это гинекологическое, акушерское дело Ну, оставим в стороне, что эндокринология Это интегративная наука Эндокринная система одна из трех интегративных систем Основных организмов Нервная, иммунная, эндокринная Мы на этом держимся Поймем, что поскольку мы добились полноценной реабилитации Эндокринных больных У них возникают потребности репродуктивной реабилитации Приезжать теоретически, что-то делать, зная что-то из книжек Это невозможно И мы организовали это отделение вспомогательных репродуктивных технологий Если вот брать 30-летний период Как основные, ну, не знаю, удары Основные вот вызовы, которые бросило время Это вызов Чернобыля Это вызов осознания проблемы йодного дефицита в стране Осознание победы, которую мы потеряли Ведь когда-то молодая Советская Республика Очень активно боролась с йодным дефицитом Активно внедрила швейцарскую модель Проблем не было Тут выяснилось, что мы все забыли, все потеряли Провал такой произошел, да? Да, произошел провал И нам нужно было внедрять новые методы диагностики и лечения По сути, радиоактивный йод является таким вот образцом терраностика Вот это слово, которое сейчас приходит в медицину Терраностика То есть изотоп, который в одной концентрации Может быть, на одном носителе является диагностикомом А в другой концентрации на другом носителе является лечебным препаратом И у нас, да, у нас теперь появляется отделение радионуклидных методов исследования У нас это отделение работает очень активно Мы внедрили все новые принципы лечения рака щитовидной железы И куда делась моя юность? Когда, ах, рак щитовидной железы, переводи, переводи в онкологию В онкологию, да, и оперируй Да, мы вместе с онкологами решаем эти проблемы Злокачественный опухоль надпочечников, пара щитовидных желез Все это вошло в нашу жизнь как банальность и рутинная практика Стентирование у больного с сахарным диабетом А диабетическая стопа Вот, кстати, вот еще тоже вызов, который бросил нам 30-летие назад Эндокринологи были первыми, вводящими, скажем так, персонализированную медицину На том уровне понимания, который тогда мог быть Потому что мы не могли точно узнать генетические предикторы Но мы могли узнать фенотипы, поражение больного, длительность заболевания и обучение Мы внедрили концепцию терапевтического обучения у больных с сахарным диабетом Конечно, она модифицировалась сейчас в эпоху интернета, в эпоху многочисленных гаджетов Коммуникации облегчились, да И коммуникации, и гаджеты у больного Достаточно фристайл, ты подносишь, ты читаешь твою глюкозу, помпы Если бы мы сейчас были, ну вот я директор института клинической эндокринологии У нас же вот рядом детская эндокринология Если бы мы видели этих крочных детишек, которые блестяще управляются своими помпами Которые добиваются компенсации диабета Ну вот я была где-то вчера, позавчера на такой вот совке И, знаете, бывает так вообще встречаются, что-то вспоминают Да, да, мой внук уже вырос, ему 17 лет Да, вы помните, как мы пришли к вам с диабетом Ой, теперь такой рослый парень с многочисленными успехами Потому что мы научились компенсировать заболевания Появились современнейшие технологические возможности И это, конечно, тоже еще один вызов Я сейчас вспомнила, как 40 лет назад я была очевидцем Когда молодой врач акушер взвешивал детей Он делал тогда диссертацию по связи крупноплодности, если можно так сказать, с диабетом И на него все смотрели как-то так с большим недоверием Считалось, что он занимается какой-то ерундой Но сейчас я так понимаю, что подтвердилась, да, в общем, корреляция Вы очень хорошие задали вопросы Действительно, я забыла еще об одном вызове Это вызов, это понимание гестационного сахарного диабета Действительно, браворный лозунг Маша из села Иванькова Родила богатыря в 7 килограмм Он разрывает сердце эндокринолога Это означает, что Маша имела гестационный сахарный диабет Что Маша паразитировала на поджелудочной железе своего ребенка И Маша имела колоссальные угрозы и риски потери этого ребенка Действительно, вы правы И наше сотрудничество Я, по сути, рассказываю о сотрудничестве Сотрудничестве с онкологами Сотрудничестве с кардиологами Сотрудничестве с гинекологами Изменилась концепция гестационного сахарного диабета Мы очень активно выявляем его Это приходящее состояние В сущности, беременность Это экзамен для эндокринной и иммунной системы женщины Коротко Да, беременность процесс физиологический Экзамен тоже процесс физиологический Но можно его сдать на тройку, можно на двойку А нам бы всем хотелось, чтобы этот экзамен сдавали На пятерку Ну, в крайнем случае, с минусом И поэтому мы очень легко Я просто горжусь этим Как легко руководители нашего консенсуса По гестационному сахарному диабету Академик Дедов Академик Сухих Академик Краснопольский Нашли общий язык И, надо сказать, вот здесь практически Врачи легко откликнулись Они понимали актуальность Теперь же никто не станет ругать врача Взержавшего новорожденных А откуда смена парадигма? Парадигма раньше у нас была такая Крупный плодный новорожденный Это маркер Крупной массы Новорожденный с крупной массой Это маркер грядущего диабета у женщины Парадигма теперь другая Это крупная масса Маркер Трагедии для самого новорожденного Осложнений Гипогликемии И так далее Что еще изменилось за эти 30 лет? Изменилась система подачи информации Почему я об этом вспомнила? Потому что разработанные Консенсус и клинические рекомендации Стали удобным инструментом Донесения информации до врачей Конечно, клинические рекомендации Должны быть качественными Это бесспорно Они должны составляться Крупнейшими экспертами Должны рецензироваться очень хорошо Должны быть рецензенты И практические врачи Они должны много раз обсуждаться Но это новый, удобный способ Донесения информации Но я вот отвлеклась на гинекологию И забыла, пожалуй, о самом любимом своем Это о нейроэндокринологии Разумеется, триумф нейроэндокринологии Начался не 30, а 50 лет назад Современная нейроэндокринология возникла тогда И я не думаю, что кто-нибудь Открывавший статью исследователя Флекегера В маленьком журнальчике «Эндокрайн» О том, как споронья влияет на лактацию крыс Понимал бы, что он присутствует при рождении эндокринологии Использовалось 50 лет тому первому препарату Из спороньи, который помог нам Решать проблемы бесплодия при гиперпролактиномии Показал, сколько же пролактин, секретирующих аденом Сейчас мы понимаем, сколько же СТГ, секретирующих аденом Сколько же аденом, секретирующих адренокортикотропный гормон гипофиза Какие разные эти аденомы И здесь тоже, в этом же центре, в одном из первых Было начато нейрохирургическое новое вмешательство Трансназальное удаление микроаденом гипофиза Это здесь делалось Это здесь, и мы нашли очень много общего с нейрохирургами Вот с самого начала академик Коновалов и академик Дедов Приняли потрясающее решение Академик Коновалов передал нам прекрасного нейрохирурга И здесь была организована нейрохирургическая Мы передали прекрасно подготовленных эндокринологов И вот эти два центра мощнейшим образом взаимодействуют В лечении гормонально активных и неактивных образований аденогипофиза Вот уже 30 лет Я как раз хотела спросить Очевидно, об этой работе идет речь В 2011-м вам с коллективом сотрудников Была престижная, хорошая национальная премия призвания присуждена И она была в номинации за создание нового направления в медицине И речь там шла именно о разработке систем выявления Лекарственного и хирургического лечения опухоли эндокринной системы Вот хотела я попросить вас рассказать чуть подробнее О том, как родилось это направление Как оно становилось Как вы дошли до 2011 года Мы вернемся опять в 1975 год Когда ваша покорная слуга стала аспиранткой Того самого Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов Моя тогдашняя тема была сформулирована Как взаимосвязь щитовидной железы и гипофиза И пролактина Это поразительно, но до 1972 года Сама идея, что у человека есть пролактин как отдельный гормон В мире не существовала Более того, даже академик Панков, который потом стал директором нашего института Который был учеником Ли Ли был признанным авторитетом в гипофизарной области в мире Даже Ли тогда считал, что у человека нет пролактина Академик Панков занимался пролактином овец И вот эта маленькая работа Флюкигера Которая показала влияние пролактина на Крыс, да, спорыньи И некоторое наблюдение далекого прошлого В том числе питерских ученых Питерских из 1869 года Это поразительно, но прошло 100 лет От публикации первой диссертации питерских 1869 года О влиянии спорыньи на лактацию у собак Это одна диссертация И у женщин другая Собак было 6 Женщин тоже было 6 Все они были проститутками, отдавших детей в воспитательный дом Это были две докторские Прошло ровно 100 лет, прежде чем подошли к новому лечению И тогда узнали, что у человека есть пролактин Да, гиперпролактинемическое бесплодие Одна из самых частых причин бесплодия И фирма Сандос в Швейцарии С тем же Флюкигером Разрабатывала вот это вот На основе, ощущая спорынью от всех остальных Разрабатывала вот этот новый препарат Чисто технически Вашей покорной слуге удалось встретиться И когда я сказала, что да, вы знаете, такая проблема есть Мне сказали, ой, тогда мы включим Россию в число стран, в которых будет проходить испытание В Соединенные Штаты препарат пришел на 10 лет позже, чем к нам Это было, вот это, вы знаете, такие вот Вот когда аспирант Вот как-то вот он видит дорогу, он по ней идет Он не обращает внимание ни на что Когда препарат прислали в Россию на испытание Все как-то очень удивлялись Но тем не менее мы начали работать И уже через год наша шеф сказала, боже мой, если бы я знала, что их так много Я бы дала тебе какую-то тему с более редкой патологией Потому что мы выяснили, сколько этих больных И вот к вопросу о коммуникации Врач больная Эти больные, которые родили тогда благодаря нам Первых своих детей Они во многом всю жизнь провели потом с нами И я вспоминаю один из своих первых разговоров С одной из своих первых больных, у которой была опухоль гипофиза Вы так подумайте, в те годы опухоль гипофиза Одна труба у нее была удалена по поводу внематочной И вот я стою, вот молодая аспирантка И она стоит, женщина, пережившая все это И я говорю, вы знаете, вы будете получать новый препарат Который восстановит вам менструальный цикл И вы знаете, вы можете забеременеть, поэтому вы предохраняетесь Она говорит, хорошо И я в ту секунду подумала Вы знаете, какая смелая, мужественная женщина Вот новый препарат, просто об инфомированном согласии Много лет спустя она мне сказала А я-то стою и думаю, стоит какая-то сумасшедшая Что-то барбочет Девчоночка, что-то барбочет Плодом наших совместных усилий Стала удивительно красивая женщина Которая, ну, даже работала моделью А уже ее дети родились самостоятельно Без всякой нашей помощи А ведь тогда, когда рождались наши первые дети Мы не знали, что мы сделаем Мы дали детей женщинам, у которых априори не могло Они получали освобождение, по-моему, от налога за бездетность Они по определению Это был приговор Но надо сказать, что, тоже, опять же говоря, с молодежью Вот как-то надо смелее относиться к себе Потому что, когда у первой из таких женщин Мы потом на рентгенограмме Вы не поверите, когда-то не было МРТ На рентгенограмме увидели улучшение турецкого седла Вот костная ткань улучшилась То нашей первой реакцией была, наверное, какая-то ошибка произошла Что-то такое непонятное Но не резиновый же чулок Какой-то артефакт Когда произошло во второй раз Мы уже начинали готовиться к тому, чтобы мы понимали Произошедшее Но к этому времени уже была опубликована статья Которая показала, что да Опухоли уменьшаются, съеживаются, уничтожаются И костная ткань обладает пластичностью Если на нее не давить, она восстанавливается Потом эти же данные были рассмотрены на другие опухоли Потом началась интересная современная нейроэндокринология И нейрохирург нашего центра Это человек с признанным авторитетом в мире нейрохирургов Так же, как и эндокринологи, работающие в центре нейрохирургии Можно ли сказать, что в равной степени Ну, наверное, так и есть Одно все взаимосвязано И диагностика, и лечение, и интерпретация результатов Они друг за другом Как-то одно тянуло за собой другое И привело к такому То есть без выпячивания в какую-то одну сторону Без выпячивания, да Вы затронули вопрос о том, что же фундаментально в медицине Ну, наверное, фундаментально это не только то, что в эксперименте на животных Мое поколение было воспитано на шуточной книге «Физики шутят» И там был длинный рассказ, который не стоит повторять Но смысл которого был только в том, что очень много цепочек существовало Исследований, которые пытались создать препарат от всего Но только клиницист, случайно закапавший его в нос больному С редким заболеванием, у которого был насморк Выявил, что вылечилось редкое заболевание И получил Нобелевскую премию Я преклоняюсь перед экспериментаторами Но я хочу подчеркнуть, что клиника дает задание Клиника дает задание экспериментаторам Клиника должна быть осмыслена в соответствии с лабораторными данными Биохимическими Но сейчас мы подошли к новому витку той же истории Осмыслить-то как? Мы получили миллион генетической информации Миллион гормональной Мы подошли к тому, что является осмыслением больших данных И нам нужно по-новому учить новое поколение врачей У них есть возможность получить сжатые, сконцентрированные данные Которые мы сейчас хорошо вталкиваем в учебники В клинические рекомендации и так далее Но они должны помнить одновременно и о больном И одновременно должны быть готовы К привнесению новых данных их трансляции В практическую деятельность Это сложный процесс Я не хочу сказать, что мы так уж готовы к этому Это то, о чем трубят про трансляционную медицину Везде на Западе в частности Ну и у нас тоже Это понимают Каким-то образом экспериментальные данные Должны быть легко внесены в клиническую Но одновременно клинические данные В сочетании с параметрами Ну скажем так, вспомогательными Биохимические, я уже перечисляла их Должны быть по-новому интерпретированы Мы сидим на золотом мешке Мы сидим на золотом мешке данных Которые сейчас Но во многом благодаря регистрам Кстати, еще одно достижение этого 30-летия Это набор базы данных Набор базы данных Это электронные болезни Электронная история болезни Вся проблема в том, что только окончив работу Ты понимаешь Какого ключевого базового сведения Ты не получила Что ты потеряла И вот использование этих баз данных Регистров научное В сопоставлении с Проспективными исследованиями Конечно, позволит решать проблемы иначе Сейчас, возвращаясь к базам данных Мы понимаем, как много тех или иных болезней Вот я попросила к сегодняшнему дню К сегодняшней лекции, которую я читаю Добыть мне данные Потому сколько в отделении нейроэндокринологии Патологии костной ткани Находится больных Мы же начали с того, что не классическая Находится больных собственностной Эрендокринологией И сколько больных с редчайшей патологией Костной ткани Помните, мы говорили Что кость это тоже орган Продуцирующий гормоны Вот когда мы понимали И обдумывали кальций и фосфорный обмен Мы знали, да, есть парад гормон Из пара щитовидных желез Мы позже узнали, что витамин D Тоже гормон Да, мы теперь знаем Есть еще кальцитанин Который в основном у детей работает У новорожденных плодов А вот то, что кость вырабатывает Мощнейший фосфатурический гормон И что потеря фосфора Является причиной Тяжелейшей патологии новорожденных Подростков Темножественных переломов Что не надо эти переломы ваять и паять А нужно восполнить дефицит фосфора Что лабораторный анализ В котором есть фосфор Который низкий На него надо посмотреть А еще оказалось, что есть опухоли Продуцирующие этот фосфатурический гормон И тяжелейшая костная патология Возникает из-за этого Сейчас у нас довольно много таких больных И мы Я же говорила о дружбе со всеми Но не сказала о дружбе с ортопедами С ревматологами Это святые люди С которыми мы тоже сотрудничаем И вот Кто бы мог подумать Сколько на свете пропускаемой патологии Просто потому Что мы не очень внимательно смотрим на больного В том числе редкой патологии Это тоже то, что мы должны знать А еще одна форма Мы получили очень много активных лекарств Для самых различных патологий Вот сейчас мы в восторге От тех успехов Которые есть в онкологии И в ревматологии Которые позволяют проводить Лечение иммунными препаратами И вот знаете Не было бы счастья Да не счастье помогло Вот эти найденные онкологами Иммунные препараты Против ПДЛ-1 Вот этого вещества Которые это супрессируют Супрессируют Они позволяют выживать людям С меланомами продвинутых стадий Это же роскошный прорыв Только у 30-40% этих людей Развиваются невероятные Острые Тяжелейшие Иммунные поражения Эндокринной системы В результате В результате И вот если Вот какой-то очень короткий промежуток Люди не узнают Что это вот оно Эндокринно Вот фульминантный сахарный диабет Вот позавчера Сахар был нормальный А сегодня он зашкаливает И ведь как понять Что тошнота и рвота Это не потому Что ты лечишь рак А потому что Эндокринные заболевания И у нас занимаются Специально Специальная группа Исследователей Под руководством Членов коротрошенной Аутоиммунной патологией Дело в том Что мы же имели Такую природную модель Мы уже знали Что вот в природе Могут одна за другой Поражаться аутоиммунным процессом Железовнутренней секреции И вот теперь мы Ту же модель Получили искусственно И наверное лучше понимаем Какие же гены Надо искать У тех У кого в природе Идут Одна за другой Поражения иммунной системы Поэтому Тоже еще один из вызовов Это иммунология Я не скажу Чтобы я так легко Могла ориентироваться И плавать В волнах Для этого есть коллаборация Вот для этого есть коллаборация Для этого есть горизонтальные связи И для этого нужно Иначе обучать больных И вот Иван Иванович Поставил перед нами задачу Обсудить с МГУ Как мы будем готовить С Кирпичниковым С Михаилом Петровичем Кирпичниковым Академиком Который пошел нам навстречу Очень охотно Как мы будем готовить Новых врачей Как мы сумеем В эти два года ординатуры Дать базисное представление О современных Бигдейта О современной иммунологии О современной генетике Как включить в уже имеющуюся программу Новое базисное И как отдельно готовить Аспирантов Не могу сказать Чтобы мы уже были Вот готовы Сию секунды Ответь на этот вопрос Потому что Ну как всегда бывает Когда мы начинаем Что-то вносить То выясняется Что надо Может быть еще Какой-то период Будет короткий Метод проб и ошибок Не без этого Наверное Скажите пожалуйста Как вы считаете Сейчас быстрее стали Появляться Новые данные Или это эффект Информационных технологий А может быть Действительно Так вот Экспериментальные методы Поднялись на такой уровень Что сейчас быстрее Чем скажем 30 лет назад Мощнее эта волна Новых данных Чем было 30 лет назад Потому что И журналов научных Появилось гораздо больше Интернеты Каждый день валятся Просто сотни Публикаций С новыми Интересными вещами И мы Очень озабочены тем Что Это счастье Это есть Это реальность Теперь как это прочесть Как отличить Реальные данные От фейковых Поэтому Первое Что мы сделали Вот за последнее время Это мы Организовали У нас Координационный совет Координационный совет Координационный совет Который у нас Как у НМИЦА С тем Чтобы помогать Регионам И одновременно Этот же координационный совет Включает в себя Таких крупных специалистов Как вот Доктор медицинских наук Юрина Реброва Который является одним из авторов Книг по биостатистике И мы Читаем лекции Для ординаторов По тому Как прочесть Нужную статью Как выбрать то Что тебе нужно Как ее понять Но Мы действительно Тонем Действительно Тонем Реально В новых данных И вот этот Очень быстрый Отклик И быстрое понимание Это тоже Профессиональная задача Для нас Как для обучателей Потому что Врач Врач должен Пользоваться проверенными Данными Он должен работать Ну Я понимаю Что если я работаю В какой-то Очень узкой области Я могу заползать В какие-то журналы С низким импакт-фактором Где может случайно Что-то появиться Но в принципе Я Конечно могу Искать Жемчужное зерно Не будем говорить В чем Но лучше Все-таки Искать его В магазине По продаже Жемчуга И вот это Вот У нас начнет работать Журнальный клуб Это тоже наша идея Принадлежащая Вот Ольге Юрьевне Ребровой И Нашему Директору Нашего Образовательного У нас же теперь Образовательный институт Институт образования Ларис Константиновой Это журнальный клуб То есть мы начнем С беспристрастного Разбора Опубликованных статей Мы несколько раз Уже подходили К этой идее Мы у нас были Публикацией При журнале Проблемы эндокринологии Ну так Не особо называя Авторов Повод типовым ошибкам В научных исследованиях Они есть Они так же типичны Как типовые ошибки В врачебной деятельности У нас была Большая лекция На съезде Для врачей О том Ну что такое Медицина построена На доказанном Врач конечно Очень расстраивается Сука же медицин Медицина построена На доказательствах Медицина трансляционная Медицина Персонизированная Медицина прецизиозная Прецизиозная Прецизионная Прецизионная Она не претензионная А прецизионная Она точная И действительно, врач один. На самом деле все это инструменты, помогающие принять правильное решение. Только и всего лишь. В них нет ничего сверхъестественного. Просто важно понимать, что относится к тебе, а что не к тебе. Если ты читаешь данные рандомизированного исследования, в которые включены больные с сахарным диабетом второго типа от 50 до 70 лет, то это никак не относится напрямую к подросткам с сахарным диабетом. Или к гистационному диабету. Это просто о другом. И вот я еще о чем хотела сказать, еще вызовы последнего 30-летия. Орфанные заболевания. И здесь, конечно, поразительные успехи института детской эндокринологии. Наш же центр состоит из многих институтов. Института детской эндокринологии, где накоплены колоссальные базы данных по редким заболеваниям. И больные, которые, казалось бы, вообще не могут дожить до взрослого состояния, они гармонично теперь переходят к нам. Но мы не стоим на месте. Мы должны развиваться. И поэтому у нас теперь создается институт онкоэндокринологии. То есть я говорила, что мы начали работать. Теперь у нас институт онкоэндокринологии. В нем новый молодой директор, доктор медицинских наук Павел Владимирович Румянцев. И мы надеемся, что слово терраностики будет соскакивать с уст любого нашего ординатора легко. И лечение этих больных тоже будет проходить успешно. Последний вопрос мой тоже традиционный. Я его всем задаю. Как вы считаете, можно ли предсказать вектор системных сдвигов? Или это всегда результат каких-то непредсказуемых событий, непредсказуемого накопления данных, когда количество переходит в качество? Я абсолютно не обладаю способностью как-то предсказывать. К сожалению, я вижу только ближайшую перспективу. И эту ближайшую перспективу я вижу в изменении системы обучения врачей и в изменении системы научных исследований с максимальным подключением к бигдейта, к геномике. Но я очень люблю все данные по микро-РНК. Я верю в то, что вот эти вот маленькие товарищи, которые регулируют деятельность... Лет 15 назад вообще еще никто не знал. Знаете, я вот не все еще раз сказала. Они регулируют все что угодно. Они регулируют все что угодно. И у нас очень большие работы, которые сделаны вот в нашем отделении нейроэндокринологии по микро-РНК и роли вот в развитии этих самых опухолей гипофиза и патологии костной ткани. И там микро-РНК. И там микро-РНК, они вот вмешиваются во все. Они являются еще одной средой регуляции. Организм регулируется куда сложнее. Боже мой, как было просто 30 лет тому назад. Гормоны, гены, клетка. Боже мой, сколько же вмешивающихся факторов сейчас. Предсказать не могу. Но пожелать, вот могу, пожелать, пожелать понимать лучше, с чем ты работаешь. Пожелать понимать, как искать литературу. И пожелать клиницистам помнить, что всегда разгадка в больном. Вот он принесет все. Думать над больным это очень-очень почтенное занятие. Большое спасибо, Галина Афанасьевна, за интересный разговор. Спасибо за хорошие вопросы. Спасибо. Спасибо.